Здравствуйте! Разберем химические свойства солей. Чтобы легче запомнить или легче писать эти свойства, нужно сначала написать классы неорганических соединений. Первый класс оксиды, второй класс основания, третий класс кислоты и четвертый класс соли. Вот мы разбираем четвертый класс соли и пишем с чем же они могут взаимодействовать. Первое с металлами, второе разлагаться при нагревании, третье с основаниями, четвертое с кислотами и пятая соль с солью. Итак, взаимодействие солей с металлами. Нужно помнить, что металлы, стоящие в ряду активности, впереди стоящие, вытесняют из их соединений металлы позади стоящие. То есть более активные металлы вытесняют менее активные. Вот ряд активности написан. Посмотрим, где расположена медь. Медь и железо. Железо впереди стоящий металл, медь позади стоящий металл. Поэтому железо вытеснит медь из соединений. Придумаем пример. Купрум СО4 плюс железо, более активный металл, становится вместо меди и получается Феррум СО4, сульфат железа 2, плюс купрум выпадает в осадок. А если наоборот взять Феррум СО4 плюс купрум, реакция не идет, так как медь менее активный металл, чем железо. Второе. При нагревании разлагаются соли, но от каждой кислоты соль разлагается по-разному. Мы взяли пример. Карбонат кальций СО3 при нагревании распадается на оксид кальция КАЛЬЦИО плюс оксид углерода СО2. Стрелочка вверх, потому что это газ. Третье. Взаимодействие с гидроксидами. Но какими? С щелочами. Только щелочами. Например, щелочь натрия 2,3ОН плюс сульфат меди 2, КУПРУМ СО4, получается натрий 2, СО4, сульфат натрия, соль и КУПРУМ ОН дважды гидроксид меди 2. Он выпадает в осадок. Это нужно или знать наизусть, или, если не знаешь, посмотреть по таблице растворимости. Четвертое. Взаимодействие с кислотами. Но тут тоже нужно помнить, что нужно брать соль от слабой кислоты, а кислоту сильную, иначе реакция не пойдет. Если вы забыли, какая кислота слабая, какая сильная, впереди стоящее видео показывают список кислот и какая из них сильная, а какая слабая. Приводим пример. Например, карбонат натрия, натрий 2, СО3. Кислота Н2СО3 слабая. Взаимодействует с серной кислотой Н2СО4. Серная кислота, сильная реакция идет. Получается сульфат натрия, натрий 2СО4, плюс угольная кислота Н2СО3, которая тут же распадается на СО2, стрелочка вверх газ, и воду Н2О. А если наоборот взять натрий 2СО4 от серной сильной кислоты, плюс слабая кислота Н2СО3, нальем ее. Ну и что получится? Ничего, реакция не идет, потому что Н2СО3 слабая кислота. Пятое. Взаимодействие с солями. Тут нужно помнить, что кислотные остатки у солей должны быть разные. Ну, например, сульфат меди 2СО4 от серной кислоты, плюс 2КНО3, нитрат калия от азотной кислоты. Обратимость получается соль калий 2СО4, сульфат калия, и КНО3 дважды нитрат. Тут металлы обмениваются местами. Взяли 2 соли и получили 2 новых соли. Шестое. Могут взаимодействовать соли с водой. Например, феррум СО4, сульфат железа, плюс 7 молекул H2O. Получается феррум СО4, умноженное на 7H2O. Это кристалл сульфата железа. Кристаллогидрат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова